что еще важно сказать вот спрашивают особенно женщины что там заболела слизистая оболочка а именно эрозия там шейки матки то есть это больная слизистая а вот и статьи лимфатическая система мы знаем что все слизистые оболочки связаны с лимфатической системой и через именно эти слизистой оболочки сбрасывается инфекция то есть там где идет процесс это очень важно понимать там где имеется в первую очередь инфекция и идет болезнетворный процесс именно там и начинается сброс через слизистой оболочки поэтому если в этой области имеется какой-то какая-то проблема то это говорит о том что там есть инфекция и нам надо не столько слизистую оболочку как-то тут замазывать потому что все это идет изнутри наружу и выбрасывается а воздействовать изнутри и вот здесь то и вот здесь то надо понимать как работать с лимфатической системой очень хорошо на нее влияет конечно голод в целом идет очищение очень быстро но нам надо воздействовать и на инфекцию так сказать более целенаправленно и побыстрее чем чем голод вот смотрите замечено что как правило гинекологические заболевания у женщин обостряются после праздников когда женщина позволяет себя себе выпить переесть сладкого то есть можно так сказать немножечко оторваться снизить контроль и как правило вот этот вот субстрат который употребляется на праздник в виде пирогов мучного сладости там шампусика он способствует тому что провоцирует рост условно патогенной микрофлоры за этим ростом возникает обострение какого-то заболевания то есть мы подкормили инфекцию и она естественно опа начинает проявлять себя и в зависимости от области где она имеется начинается сброс через лимфатические через слизистые оболочки лимфатической системы и там возникает обострение вот опять эрозия вот опять там что-то вот опять там что-то поэтому если мы хотим капитально оздоровить свой организм то нам желательно в первую очередь контролировать употребление продуктов на которых быстро развивается условно-патогенная микрофлора это как правило сладкая пища такие быстрые углеводы ну и разного рода наверное алкоголь будет вот это надо постоянно противном случае мы будем болеть каждые праздники начинаются праздники дни рождения и после них идут обострения первое контроль за питанием второе противопаразитарка тут мы используем различные средства можно пить соду можно пить тодикам можно использовать тмин можно использовать там ряд других каких-то травм которые целенаправленно влияют на микрофлору вредную именно там ромашка там хорошо действует как мягкая без особых этих пижма уже действует более жестко если есть возможность можно конечно голодать периодически вот то есть воздействие есть воздействие есть и можно добиться стабильного здоровья женского здоровья далее вот такой вот вроде как неприятный вопрос когда вы живете семьей а именно с супругом то желательно и его бы противопаразитаркой пролечить то есть внимательно так посмотрите присмотритесь к своему мужчине тем более с которым вы имеете интимные отношения нету ли у него какой-либо там инфекции то есть при щеде либо вот после бритья возникает они не возникают то есть если возникают после бритья это говорит о том что уже имеется гноеродная инфекция и вот это вот бритье она как раз поступит тому что начинается начинается там проблемы естественно это все передается и партнеру партнерш вот поэтому надо надо пролечиться пролечиться обоим а именно противопаразитарка я как-то рассказал что когда мне там было я вообще такой человек наблюдательное так сказать память мне подсказывает то 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 все значит еще до школы я приходил значит смотрел как там живет семья семья это сестры отца то есть у них уже было двое детей они были более старшие чем мы чем я вернее муж работал водителем уходил там в рейсы приходил и вот чем они так занимались можно сказать даже где-то развлекались это то что у него на спине были прыщи и вот он придет с командировки и они там развлекались тем что эти прыщи давили давили там все это хорошо там брызнула не хорошо там полезла и так далее там то есть это у них какое-то занятие было регулярно я тоже смотрел жоп надо же интересно как вот и через через какое-то время сейчас я скажу если это было до школы и примерно лет через семь лет через семь через десять опа его разбил параллит то есть мы можем думать что вот какое-то там заболевание оно берется можно сказать ниоткуда как какая-то там кара на самом деле мы своим вот таким вот безалаберным отношением к своему собственному здоровью не понимаю что это чё это откуда и как это вот так вот поступаем а потом удивляемся о надо такое случилось ой-й-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй что ж такое да как же быть а быть вот так вот заранее понимать что как работает и это дело предупреждать поэтому здесь важно не какие-то там при эрозии тампоны там делать вроде как они да там помогают то есть мы отсюда работаем снаружи внутрь но все-то идет наоборот большей частью процентов наверное за 95 изнутри наружу так поэтому нам важно именно навести порядок и вот это как раз статья уникальная и в смысле передача по этой статье которую я целиком и продиктовал лимфатическая система как раз она открывает глаза на все эти процессы что у нас творится на какой стадии здоровье мы находимся и что нам необходимо делать пока не поздно очень часто у детей вот возникает стоматит который там начинает потом продолжается и уже и в сорок лет и с лишним то есть что такое стоматит это во рту возникают такие язвочки белые то есть помимо того что имеется там и инфекция и второе дело это то что лимфатическая система также через слизистая рта сбрасывает разного рода шлаки и поэтому помимо воздействия допустим на слизистую рта необходимо необходимо провести вообще генеральную уборку в организме в первую очередь лимфатическая система убрать грязь убрать микробы грязь убирается хорошо это клизмы очистительная процедура через толстый кишечник цикл примерно там две-три недели клизмы примерно через день 2 литра воды уже очень хорошо действует на организм сразу же белки глаз белки глаз смотрим на белки глаз кстати я же давал видео и по диагностике самодиагностики в это все можете сами контролировать что у вас там загрязнено что и как то есть вы уже по самодиагностике определяете а склеры у вас уже смотрите побелели то есть были такие сероватенькие теперь стали более белые а дело пошло значит кожа стала лучше гораздо кожа лучше меньше слизи от отхаркиваете больше сил стала как а то выносливость появилась это все указывает на то что лимфатическая система у вас приходит в норму потом делаете чистку печени чисток печени очень много и они не так просты как они кажутся там а я попил какого-то сорбента и все у меня там очистилась через две недели я там побежал все нормально нет все таки это более такой знаете одно дело вы можете как бы сделать веником подмести в комнате это одна уборка вы можете пропылесосить это вторая уборка и наконец-таки вы можете сделать влажную уборку это третья уборка так вот в зависимости от того какую хотите вы уборку сделать вот это вот уже и применяется соответствующих очистительные процедуры хорошо конечно действует и питание питание если вы так хотя бы процентов 50 у вас будет растительное остальное более-менее там кашки мишцоток правильное сочетание вы примерно месяца так через полтора-два также можете нормально очистить свой организм используя в повышенном количестве сокотерапию соков то сейчас навалом почему их не использовать то есть такие значит если побыстрее повторимся это очистительные клизмы и обязательно печень все вы уже подготовили далее все это закрепляется питание и вот тут то самые большие проблемы идут это 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 самодисциплина самодисциплина которая растягивается практически на всю жизнь не на месяц не на два не на полгода она всю жизнь если вы сможете себя так сказать контролировать вот по питанию и более-менее поддерживаться здорового питания правильно сочетая продукты правильно их употребляя будут хорошие результаты плюс естественно двигательная активность не забывать об этом лимфа любит движение сокращение вот а то как когда возникает какое-нибудь заболевание люди сразу кидаются а вот заболела допустим вот это и мы значит будем именно этот орган лечить нет органы ли часть тела которые заболели это говорит о том что уже организм просто-напросто он сдал он исчерпал свои возможности и начинает через этот орган либо через эту часть тела уже как через какой-то такой проход выводить там шлаки выводить болезненные там эти все эти вещества и так далее то есть как бы сказать он переходит в хроническое состояние для того чтобы хотя бы сохранить себя более-менее здоровым что такое будем говорить вот здоровье здоровый человек ничего него не болит все него отлично движется хорошо там соображает он не мало утомляется и хроническое заболевание хроническое заболевание это уже быстро утомление какие-то непонятные боли погода меняется уже начинается сразу какая там ломота и так далее там у человека и плюс какая-то площадь начинает болеть скорее всего площадь организм через которую лимфатическая система сбрасывает шлаки вот она потому что вся остальная система уже перестала работать так как надо и задача задача не замазывает эту как-то там лечить эту часть тела а задача заключается общее оздоровление организма нормализация всех этих процессов по удалению шлаков токсинов и так далее чтобы лимфатическая система заработала так как надо разгрузилась и тогда это пройдет а так грубо говоря геморрой это также сбрасывание вот вместе с кровью каких-то там шлаков каких-то там этих веществ ненужной в этой области трещина тоже самое свищ это еще больше большее такое поражение что постоянно туда сбрасывается вот то есть зная посмотрите вороны летят не вороны а вороны вороны это как правило такая птица побольше вороны будет и и смотрите лебеди они насторожились как бы не напали на лебедят эти вороны или еще какой хищник тут вот вкратце наша так вы зная сессия на рыбалке приятно с полезным благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие это развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч